Друзья, перед началом блога хочу поздравить вас всех с наступающим Новым Годом, пожелать, чтобы все низводы и неприятности остались в уходящем году. А также хочу сообщить, что 26 декабря Joker Pro разыгрывает на одном из своих YouTube каналов куча дорогостоящих призов. Это iPhone 11, это Apple Watch 3, это AirPods, это куча денежных призов, а также PlayStation 4. Где можно узнать о розыгрыше этого турнира, заходите в описании этого влога. Там будет ссылка телеграма, где будет сказано, на каком канале будет сопроизводить розыгрыш. Удачи и с наступающим Новым Годом! Лекарства какие ему надо? Ну давай я с тобой съезжу туда. Тогда мне список я куплю. У тебя лекарства! То это только сегодня на вечер. Да, это стрёмная бабка, больной рот стала. Я думаю, слышишь, Ириш, можно сейчас Юрия лекаря набрать, чтобы хотя бы какие-то, может, капельницы поддерживать. Плюмония! Что? Плюмония! Да, это понятно, что внимание. А есть антибиотик пока? Укололи, сколько, ты ему сколько в день раз кулишь? Два раза. Два раза мало в такой ситуации. Надо хотя бы три. А температуры у него нет? Нет температуры? Нет. Ну это может быть. У него раз уж упавшая может быть. Тридцать пять и три, тогда как перед больницей забирали, то было тридцать пять и три. А есть какие-то выписки, нет? Я взяла выписку, где он лежал в инфекционном. Не, я имею ввиду с легких, когда, в последний раз. На туберкулезе? Не на туберкулезе, а... Не, на инфекционном. На инфекционном, где он вот лежал, я забрала. В больницу просто. Я ходила, я забрала. Только инфекционка. Ты по булке кулишь, да, антибиотик? Да. С этим, с лидокаином, да, разведешься? На локаин и вода, да, я имею ввиду. Ну, лидокаин лучше. Возьми мне список, я сейчас поеду, куплю. Напиши, что там надо будет. Ты завтра хотел. Не жри эти, нахуй, блядь, метадон, вот эту гадость. Я, что ж, ой, блядь. Как же в этом и пиздануть его. Он лежал, он лежал, он столько дней дыхания не мог. Так а кто виноват в этом? Усталость, я. Ты сейчас употребляешь, только честно? Честно скажу. Чего я употребляю? Употребляешь? Да? Не, уже всю. Я когда-то умру Мы когда-то всегда умираем Как бы так угадать Чтоб не сам, чтобы в спину ножом Убиенных щадят Отпевают и балуют раем Не скажу про живых А покойников мы бережем В грязь ударю лицом Завалюсь покрасивее на бак И ударит душа На ворованных клячах в голов В дивных райских садах Наберу бледно-розовых яблок Жаль сады сторожат И стреляют без промаха в лоб Друзья, недавно РКН забанил основной домен Форума Пиратская бухта Пираты создали новый домен И сейчас он выглядит так Напоминаю, что форум Пиратская бухта Это площадка, на которой вас Бесплатно обучат заработку в сети Также встречайте Пиратскую бухту в Телеграме Канал ведет администратор теневого форума И эксклюзивно для наших подписчиков Он вскрыл правду о том Как и сколько зарабатывают админы теневых площадок Ссылки на канал и форум в описании Субтитры делал DimaTorzok Да, блядь, конечно Вот все же понимали, что он крякнет Вот смотрели на него Да никто не верил Ну как не верил Ну хуже, хуже Все ждали, в принципе, этого Что он умрет Просто что Я не думал, что настолько, знаешь, что тут будет Ну думал, умрет Но сам себе он выбрал такую жизнь Ну что, не хочет от тупика лечиться И тут терапию выкидывает Выбрасывает Но его право А вот потом думаешь, блядь, как бы вернуть назад Да, что-то изменить, блядь Конечно, когда теряешь, тогда только задумываешься Насколько это тяжело А пока еще не потерял, думаешь Ну, человек сам выбирает свою судьбу Это его выбор А потом, когда это происходит Думаешь, вернуть бы назад Каких-то два месяца Может, что-то изменил бы А по большому счету Там бы ничего уже не изменил бы У него уже легкие тупо распались И все Когда в пятую больницу туда приехали Я говорю, может, для легких Какие-то лекарства, что-то надо Мне эта врачиха Говорит, а какие лекарства, если их нету легких Тупо нету Там нечего восстанавливаться Понимаешь? В чем дело? Все говорили, что кто-то в палате его видел Что его привезли, как предрессортное состояние было Что у него сердце просто Какие-то трапы из-за укола начались Когда помнишь, когда начал буянить Ему вкололи успокоительное Да, ну это было Ну так это было Подожди, в этой больнице Потом его перевезли сразу в эту в тубик Буянить он начал хер знает еще когда Когда его выписали Ну именно после этого укола Короче, я не знаю А вот уже в конце Уже ничего бы не поменяли За месяц, за два Я думаю, даже за полгода уже Минимум надо было Я вообще не знал, что он выкидывает эту терапию Это потом уже Юра, врач, мне после смерти Говорит, ну я с ним разговаривал А он, говорит, он мне прямо сказал, что я не могу под ней Я хочу хоть пару месяцев нормально пожить Говорит, мне так плохо от нее, что я ее, говорит, выкидываю просто и все Лечевую терапию он пил, а туберкулезную нет Но она помогает, эта хуйня, да хуяка Туберкулезная терапия? Да Ну да, но от нее пока привык Плохо сильно Да, ты что, не то что плохо Это люди с ума сходят Откуда сейчас памятник ставить? Прямо налево Я не знаю В такую погоду памятник, если ставить, то хрен Да ну послушай, не слушай дебилов, пожалуйста Налево, да? Ну короче, сейчас решим поговорим с Настей, с дочкой, правильно? Мы знаем Я считаю, что лучше поставить их охуенный памятник, чем сейчас переходить В любом случае, надо, чтобы земля отстоялась Так, Андрюша, здесь, подожди, поворачиваем, по-моему Ты сможешь повернуть? Да, мы даже, по-моему, здесь повернули Приехали, да? Начинаешь вот именно осознавать только после того, как человека не станет Ах, до этого думаешь, ну Умрет, ну хули Сам себе Такую долю выбрал Рано или поздно все умрем А вот когда это происходит, это, конечно Очень тяжело Смириться с этим, что его больше нету Больше не прокричит Свою дурацкую чаечку Больше не скажет своя дурацкая бэть И больше нельзя будет подшутить над его тупым восприятием этого мира Так что цените своих близких, родных, друзей, знакомых при жизни Потом уже будет не вернуть Почва такая, надо, чтобы по-любому, да, подсохла? Да, понятно Посмотри, надо попроваливать Какие памятники Оно там сожрется Тут, я думаю, плиту какую-то положить, да? Вон там, видел, такие стоят, я тебе покажу Она ставится пошире, понял? Ага Она не так, как могилка Она шире становится И на ней уже выставляется все, что надо Не, ну плита, ну я думаю, вот сам памятник Я вот смотрел на них, знаешь, памятники, они вот даже не похожи на тех людей, которых А вот именно рисунок, вот мне кажется, что четче Какую-то фотку Я понял, ну не статуэтку Ну да Я смотрел на все эти памятники, даже когда вот у Япончика был на могиле, так, у этого, ну не похожи Есть красивые рисунки, что вот смотришь с любой стороны, он как на тебя смотрит, художники делают И кнопку, я думаю, вот ютубовскую Каких-то пару фраз таких написать, ну, и ой, и песни даже с этой И кнопочку Ютубовскую Даже если разобьют, вторую потом вставить, блядь И мы думали об этом, что пидорасы могут разбить Можно ее красиво вставить Ну так мы про понятно, что вставить, но даже стекло, блядь Бронестекло какое-то поставить Так и что, сделать уже раз ее Да Конечно Заказать стекло Ну да Ну, значит, так и сделаем Ну, я думаю, весной Самое правильное будет начинать это делать Слушай, а... Ты смотри, тут оно месиво Оно сейчас сядется все И сделать его по весне все правильно Не, ну это понятно Я имею в виду, а потом, смотри, вот весной оно сухое Поставить этот монумент, оно на осень не просядет, когда дожди пойдут? Уже сейчас технологии там новые, Андрюха, нормально делают Вот стоит и потом четко можно вставить Мы еще так и будем Лампадку кто-то принес Это же не мы принесли, да? Не-не, стояло Паша тут же обуховский Привет передавал Ой, ладно, Мопс, давай И земле тебе пухом Царство небесное Поехали, поменем его В приват надо заехать, денег снять Собаки, да? На питание И дочки С внуками Хоть Часто не получается, но хотя бы раз в месяц что-то Стараемся передать Все равно время не лечит Не лечит Но притупляй Ты сначала ходишь, улыбаешься, что дебил все А приходишь и плачешь Тяжело, я себе только про это говорил Что когда теряешь, только тогда осознаешь, насколько это тяжело Сначала думаешь, ну, выбрал себе здоровый человек сам Ты же ему свои мозги не вставишь, а потом когда уходишь А потом когда он уходит, думаешь, не, надо было его за руку брать и как ребенка маленького Я себя так проклинаю за те слова, которые я говорила, скотина или овощи Я себя так проклинаю до сих пор Я просто хотела, я не со зла это говорю Я хотела, чтобы он бросил голову Когда есть, не ценишь, когда теряешь, жаляешь По крайней мере, мы только хорошие о нем помним Короче, Мосик у нас в цветнике Все думают, что он какой-то арабский шейх И привез трех своих жен на область Я был бы преподавателем очень сильным Меня бы дети любили в школе, отвечаю Ну хорошо, а что бы ты им преподавал? Старшие классы, а не старшие классы Кто преподавал? Гурюк Гурюк как гулять? Фарту мастер ауер Я сегодня утром обалдел Девочки долго собираются, по минут сорок Думаю, а жрать захотелось, а напалины Думаю, побегу быстро в столовую Притапливаю столовую, набрал посадок С утра уже напалины были? Он у нас здесь, прости, я уже в пол восьмого курю Я ж на отдых И, короче, это Прикинь, там на улице сел, начинаю хавать Подходит ко мне бабка, лет 65 Истонка или прибалтка И говорит А это вы тот, кто паяльник женщине делал? Фу, я говорю, мама, идите с Бога О мопсе С мопсом я познакомился в тюрьме Нас везли с Белой церкви И Шел большой этап И Везли много запрета Единственная надежда была на мопса Мопсу говорят, Серега надо сделать так, чтобы не шмонали Вот, и открывается воронок Мопс первый вылетает, нападает на мусорова Говорит, сука, вы спиздили мои носки Отдайте мне мои носки Короче, он так достал всех мусоров, что не было никакого шмона И всех развезли по хатам Вот это было моё первое знакомство С мопсом О Сереге сказать, как о человеке Это был яркий И самое главное Настоящий человек Человек, который Не играл А жил Ты был веселый Настоящий Классный штемп И отличный друг Так Люби-люби В глазах двояйцев, блять, нихуя вообще не вижу, сука Я ходил, это 2001 год, я ходил Кожаная куртка длинная Белый шарф Норковая шапка Барсета А ты что? В лагерь? Да Ой чепуха Барсетка А красный пиджак Малиновый Не, не было пиджака А в барсетке Всё приготовление для педы Всё Весь инструмент Вот так ходил через вахту Никто даже не задавал вопроса Куда ты мостик идёшь Каждое утро в 8.20 Хозяин заходит и сразу вызывает серёжку Попиздеть Сука Мусора горели Я на пером такие двигатели наплетал Под педрулином, блять Да, Вася, они в оконцовке меня поймали у Селезня Это, короче, жестяще, понял? Своя шуша А пера, я их уже так достал Походу, блять, хозяин с режимом отживает их с головы Они думают, ну пидарят Решили тебя разработать Да, и тут они узнают, что у Селезня в будке идёт приготовление винта вместе с войсками Что ты думаешь? Какой крутануть? Они пока выворили сваркой Одно пока влезли Мы уже всё прокололи Так ещё кричит в окно Он уже выбил стеклоблок и кричит Блять, откройте Вы сейчас крякнете А я ему кричу Уже нормально А, не, ещё докручивает Селезня А я ему кричу Николаевич Хуй вам в цыганку Хуй в бункер вы залезете Я не думал Вызвал ночью сварщиков Заставил их выварить решётку на окне Прикинь, выбил молотом стеклоблок и залезай Моя сексуальная часть Областной Пожалуйста Короче, я вам скажу честно Хоть это, но Мося для меня, это вот такой штэм Я больше не могу сказать Вот такой вот пацанёра Мне ещё ещё нравится, что с ним есть стримы и всего Да и в жизни он классным пацанёром был Царствие мой небесное Я его люблю, он мне даже снится Всё, даю вам Бог Здоровья Ты такой, бэй, выступаешь, вроде бы ты такой король небесный. Смыль под Педро. Смыль. Завтра ты будешь спущен и нормально оттоперишься, Вася. Еще раз я не понял. Завтра с Педро спустишься, бэй, понял? С гор, в Каракул. Слушай, а чего ты делал, что я под Педро? Да потому что ты под Каракул. Ну откуда? Ты кололся со мной? Да я вижу, что ты под Каракул. Слушай, ты кололся со мной? Я тебе говорю, что ты под Каракул. А я тебе говорю, что нет. Давай поспорим с тобой. В рот возьмешь, что ты не кололся, Педро? Я говорю, спорим с тобой. В рот возьмешь, что ты не кололся, Педро? Я возьму. Я нет. Ты возьмешь? Нет. Ты возьмешь, спорим с тобой. Я говорю, спорим с тобой. Ты не употреблял Педро? Я говорю, спорим с тобой. Чего мне? Я не буду спорить. На 100 гривен. Я не буду спорить, объясни. Да да и не... Так объясни мне. Что мне тебе объяснить? По чем ты? Слышь, у тебя, наверное, сейчас она, не знаю. А, ты навекаешь, чтобы милиция не знала? Ну прости. Я тебе потом буду домой ебать, я тебе объясню. Говорит, ебало набил. Вот так живу, нахуй. Между двумя огнями. Держи, Рюм. Тасковать. Или переналивай. Головейся. Вон, смотри, Той. Не хочу. Бля. Из-за этого так и тухло у нас в жизни, братья. Не злись. Наоборот, сиди, что-то прикинь. Какой-то прикол, блядь. Чтоб нам было, блядь, это, нахуй, блядь. Чтоб люди завеселились. За третью. Вратно обиделся. Целый. Ты пришел сюда, блядь, обижаться или, блядь, веселиться? Ты обиделся, понял? Фу, сука, блядь. До слез довели. Били. Клинбаба. Клинбаба. Клинб, ебили, что-то. Драка, драка. Чё ты плачешь? Дебил или что? Ты кто плачет? А что это? Ты ебанулась или что пошла вон? Я не плачу, понял? Ты отвечай, что я не плачу. Ты в натуре, ты ж терпила, сука. Не плачет. Слышь, ну ты что, в натуре посмотри, что ты пиздишь. Верю. Верю. Ты так любишь кипятка подлить, нахуй. Да иди сразу. Не плачет тебя. А где гуляет и что? Клинк, я пацан за то, что ты выиграл Дебертс, штуку перекинул. Не повздоровляю. И короче бать это, когда она взорвается, он сразу понял. Так он начал боссы бежать. Помнишь вот этого на Березане? Ты застал козла этапа, блядь? Как же ж его здоровенный такой, блядь. Был, короче, на седьмом смотрел, понял? Пиздился, птика серит и курил гадила, понял? Пацаны взяли, забили. Ногти, я скажу. Да, и это, блядь. И взорвался. Так он, короче, милик. Помянули Мосика, сделали должное дело. Хай ему земля пухом будет, сердце небесное. Ты с нами в памяти всегда, Мосика. Ссылки на канал и форум в описании.